Ааааа! Большие грибы! Большие грибы! Фяточек! Большие грибы! эй, проснись! Настик, проснись! Мы expenditure, дай мне спать. Но ты целый день спишь. У меня такой интересный сон! Хватит спать. Тем более ты ещё и ж światнефки не сделала. И смолу не потратила. О, спасибо, что напомнила. Сейчас быстро сделаю. Может там МСЛАО в сети? убью в ее мире какого-нибудь босса за два удара похвастаюсь ей силой своих прокачанных персонажей ну ты фу ты нельзя так ну а что она только недавно начала играть почему без меня кто меня будет кормить может хотя бы вы меня накормить и лайками пожалуйста где это я у нас тут что косплей что происходит на тебе что одежда камина я получила этого персонажа совсем недавно в обновлении геншин 4.4 а кто ты я им сила о я рисую прикольные анимации на ютуб а ты кто а меня зовут тэдди я тоже рисую анимации и люблю играть в геншин импакт круто а ты кстати похоже на кицин куда а меня зовут маникот я также люблю играть в геншин факт теперь я ху тау а почему я в костюме сяо я настиг вообще-то кстати где мы сейчас находимся это что ресторан мы в комнате в китайском стиле если присмотреться то это место кажется очень знакомым судя по стилю мы сейчас находимся в лиюэ а мы превратились персонажа ли или может это косплей точно значит мы в геншин импакт я играю в эту игру уже очень давно я не могу представить что сейчас я нахожусь в мире геншин импакт сколько лет ты играешь эту игру вообще все еще новичок мне пришлось очень попотеть чтобы достичь 28 уровня как можно скорее чтобы попасть на события праздник морских фонарей двадцать четвертом году а я рада что ты теперь тоже играешь геншин импакт теперь мы можем заходить к тебе в мир и помогать с боссами я вот уже давно начала играть и у меня 56 ранг приключений когда то мы начали играть вместе с маникотом так что постоянно собираем ресурсы вместе и помогаем друг другу с боссами я в основном играю хота осень тю аятой нахидой но у меня уже достаточно много прокаченных персонажей за все три года игры что я играла в геншин произошло так много интересных моментов я играла каждый день без пропусков выполняла ежедневки тратила смолу на боссов цветочек вот мой самый любимый регион это и надзума кстати если у вас любимый регион в геншин импакт конечно мой самый любимый регион это сумеру гигантские деревья большие грибы пути 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 такой родной как будто это мой дом я знаю там каждый кустик и уже опустошила все сундуки а вот фонтейн привлекает своей неизведанностью и подводным миром ведь он появился относительно недавно и для меня это целая сокровищница а мне больше всего нравится лиюэ этот регион с очень красивым ландшафтом а еще именно в лиюэ каждый год устраивает мой любимый праздник морских фонарей который очень стильно смотрится в этом регионе я помню самый первый праздник морских фонарей геншин импакт это было в 2021 году в то время мы жителями лиюэ создавали огромный лунный фонарь в виде адепта планировался самый грандиозный праздник за последние 20 лет девушка у которой мы спрашивали про праздник морских фонарей рассказала что фонари запускают в честь героев для того чтобы их души могли вернуться домой она очень попросила нас найти сяо и уговорить его пойти на праздник хотя бы отведать вкусняшек весь день мы пытались разными способами уговорить социофоба посмотреть праздник но как мы поймут только и говорила еде похоже кроме еды и и ничего не интересовало еще до начала обряда я уже истекала слюнями от ее болтовни о еде поймут словно летающая мести кроме долгих уламываний сяо нам удалось поймать воришку который хотел испортить праздник пришлось усилить охрану чтобы никто не помешал празднованию сяо напрочь отказывался идти с нами в лиюэ ведь он не любит толпу людей мы спаймен приготовили ему праздничную еду и еле уговорили его посмотреть праздник хотя бы со скалы где открывается потрясающий вид на город ему очень сложно находиться среди толпы радостных людей ведь он переполнен грустью и чувствует себя не таким как все он сказал если что-то случится за витей а я тут посижу и остался наблюдать за этим впечатляющим обрядом со скалы я думаю его это очень впечатлило ведь это был самый красивый праздник за 20 лет из всех трех прошедших фестивалей я больше всего помню праздник 2023 года котором джун ли встретился с венти это было очень неожиданная встреча для джун ли кстати венти впервые пил не вино а чай а еще помню бомбический концерт где отжигала кутао синьянь в этом году в лиюэ снова проходит фестиваль я его посетил и уже собрал все щедрые награды это очень красивое зрелище я вас всех туда приглашаю а еще в лиюэ открылся новый плодородный регион верхние ущелья чиньюй если ты любишь чай то это для тебя можешь выпить чай уйти сражаться с новыми красивейшими боссами чтобы получить награды это же сколько еще новых сундуков можно найти ну все поехали все в игру все в игру и этот ролик мы сделали вместе с м сила и тэдди на их каналах тоже вышли свои версии этого события